Всем привет, добро пожаловать в очередной влог. У вас сегодня среда, а у меня на самом деле вторник, потому что я снимаю наперед и тоже обещала вам, что возьму с собой камеру, когда поеду на распродажу. Посмотрим, что интересного там есть. Также хочу показать вам, как выглядят распродажи в Польше. Сейчас около 10 часов. Аж удивилась, 10 или 11, потому что так быстро летит время, что аж сама засомневалась, 10 или 11. 10 часов утра, я хочу поехать пораньше, потому что вы сами знаете, как все выглядит на распродаже. В Польше в этом плане ничем не отличается, у нас все перевернуто. И, к примеру, Зара напоминает какой-то вообще second hand. Возможно, я ошибаюсь, может в этот раз все будет по-другому. И вот думаю, куда бы поехать, в Бонарку или в Сиренаду? Сиренада это новый торговый центр в Кракове, и там так мало людей. В основном все приезжают туда в выходные дни. И, кстати, это такой район, который называется Новохута. Там раньше находилась огромнейшая фабрика. Сейчас Томак за кадром мне немножко подсказал. Имени Ленина, между прочим. И там производили металл. И сейчас ее выкупили индусы. И частично там находятся разные другие фирмы. И в одной части там производят сталь. И вот в этом районе, который, собственно говоря, называется Новохута, как я сказала чуть раньше, там жили в основном работники именно этой фабрики. Сейчас, понятное дело, все перемешалось. Я знаю, что многие украинцы снимают там жилье, потому что там чуть дешевле. И, кстати, мне очень нравится этот район, потому что там широкие дороги, там такие улицы, там много деревьев. Потому что там все специально насаживалось. То есть это относительно новый район Кракова. И, кстати, у нас есть одна приятельница, которая занимается арендой помещений в одном из торговых центров в Кракове. Под ней галерея Казимеш, если вы знаете. И она рассказывала, что именно торговый центр Сиренада является не самым рентабельным, потому что туда приходит огромное количество людей, но они гораздо меньше покупают, чем, к примеру, в галерее Краковской. Кто живет в Польше? Ну, в Кракове вы ориентируетесь, да? Или в галерее Бонарка, торговый центр, галерея. Прикольно. Кстати, склеп по-польски это магазин. У нас что-то совершенно другое. И сейчас по дороге, наверное, решу, куда я поеду, потому что в Сиренаду мне все-таки далековато, но там, наверное, реальнее поснимать. И вроде как говорят, что там все размеры остаются, потому что не так много людей все покупает. И вполне вероятно, что там мне удастся что-то найти. И там есть все магазины, которые мне нравятся, и весь Синитекс, и Резерт, и все-все-все, и для дома тоже, и та же Дука. Короче говоря, поехали, а то я сейчас наболтаю, а батарейка сядет. Как-то вот так выглядит мой наряд на шопинг. Супер просто, мне удобно. Еще раз вяжу волосы, но всегда у меня с собой резинка, потому что они мне жутко мешают. Я думаю, что на этой неделе я также поеду в парикмахерскую, потому что я уже мечтаю о том, чтобы обрезать волосы. Они очень сильно отросли. Платье у меня из Zara, оно из льна, поэтому благородная помятость. Со мной без нее никуда. Я только что его разгладила. Куртка Stradivarius, я ее очень люблю. Сумочка Mango. Балетки у меня из магазина Gina Rossi. Это польские бренды, не кожаные. И они удобные и супер-супер мягкие. При этом, знаете, не выглядят какие-то галоши. Часы Daniel в цвете розовое золото. И серьги вы сейчас не видите, но они тоже из розового золота. А, я же только что снимала для вас. Не спрашивайте меня, почему у нас здесь часть от гантелей. Если серьезно, то Томак купил... Как это? Ну, при входе, в общем, положил вот эту штуку. Черт, я забываю такие слова, что мне уже скоро станет стыдно. Это при том, что я реально стараюсь читать на русском. В общем, Эра Мишель такую купил. Она, кстати, совсем не дешевая, новая, поэтому могу показать вам вблизи. И оказалось, что она, зараза, высокая. Нам теперь сложно открывать-закрывать дверь. Но Томак сейчас вот ложит части от гантелей для того, чтобы немножко ее усадить. Вот эту по-польски вытирачка. Да, девчонки, я жутко извиняюсь за свой русский язык, но по-другому, наверное, уже не могу, потому что все-таки уже больше 9 лет живу за границей, в основном говорю на польском. Поэтому извините, кого это раздражает, но пусть это будет моей изюминкой. И вот я не помню, я вам говорила или нет, когда-то у меня на руле камера стоит, но мне очень нравится Майкл Джексон. И если бы вы меня спросили, Оль, на чей концерт ты хотела бы пойти? Что-то я вас вообще перекосила, я поворачиваю. То однозначно на его. Блин, как же мне нравится его музыка. Первый магазин, в который я зашла, называется Казар. Я вам сейчас покажу. У меня есть от них очень классные, удобные туфельки, которые вообще переживают все, и уже столько раз меня выручали, и вот из-под рильвы. Классные, но проблема в том, что у меня 37,5, и вот 37 прям впритык, а 38 они будут велики. Я такие хотела. Я даже показывала вам, что покупала на Айсус и вернула их. Они такие мягенькие, кожаные, есть еще черные и джинсовые такие же. Легенькие. У меня немножко другая модель. Ну, то есть в другом цвете. Ну, вот эти просто фантастические. Если будете в Польше, то вот этот бренд. Или уедете где-то за границей Казар. Я еще так сомневалась, стоит ли покупать. Мне дешевые однозначно стоят. Если вам на выход, у них очень удобная колодка, и есть разная высота каблука. И разные цвета вообще. Балетки тоже, все, что хочешь. У них также есть алклет в Кракове. Видите? Там уже пониже каблучок. И вообще есть минус 60% сумки и кошельки у них. Всякая разница. Здесь же есть мак. Ну, из косметики, да, все понятно. Огромный торговый центр. Я, кстати, приехала в Сиренаду. Реупо. Вот есть такие польские бренды, и я не знаю, 150 тысяч раз туда заходила, и что-то как-то две раза ничего не приобретала. Не для меня, видимо. Нашла небольшой корнер Golden Rose. И кое-что я заказала уже онлайн, но не видела вот этой банановой пудры. Еще тональный крем взяла из линейки HD. Так, как обещала, будет полный обзор. Сейчас тоже покажу вам, сколько тут всего у него. Ну, у Golden Rose у них. Можно прям потеряться. Поэтому, когда я говорю, что сложно было выбрать, то поверьте мне на слово, это действительно так. И вот, как видите, цены у нас абсолютно адекватные. Тональный крем сейчас куплю. Мне обойдется около 9 долларов. Вообще немного. Ой, еще и классные новинки для бровей нашла. А вот те помады, которые я вам показывала. Ну, то есть у меня 106 сегодня на губах. И, понимаете, да? Карандаши, помады. Сюда, когда попадаешь, просто вообще забываешь в том, что время идешь. Ты куда-то там торопилась или торопился. Для бровей много всяких штук классных. Вот тени как-то я пока что ничего интересного не нашла. Ну, подожду, когда приедет моя посылка. Конечно же, лаки и все остальное у них тоже есть. Здесь вот и BB крем у них тоже классный. И, пожалуй, наверное, на этом я остановлюсь. И идем дальше смотреть, что интересного продают из одежды. То, о чем я вам говорила, что здесь мало народа. Посмотрите, как все аккуратно сложено. Около 12 часов. И здесь огромнейшая зара. Поэтому я сюда сейчас ныряю. И, возможно, мне удастся что-то найти. Вот такого плана вещей. В принципе, как на мне платье, очень много сейчас на распродаже. Кажется, что хлопок, он всегда будет в моде. Поэтому учтите, вот такая модель людовых босоножек вообще ко всему. На любой праздник, на день рождения, на свадьбу, к любому цвету. И сейчас они стоят совсем недорого. Почти в два раза дешевле, чем изначально. И, как видите, у нас пока что есть все размеры. Но у меня что-то похожее есть в наличии, поэтому я не беру. Какие классные серьги. Угадайте, какие я возьму. Потому что одни из них точно поедутся мной. Нашла комбез в своем размере. И вижу, что он без пояса. Все прелести распродаж. Он хлопковый. И вот, знаете, на лето-лето, когда очень жарко, прям самое топ. Потому что он такой весь продувается в дырочку. Мне нравится, что там, где трусики, у него подкладка дополнительная. Поэтому ничего не просвечивается. Ну, а здесь, видите, в бежевом бюстгальтере тоже вполне себе нормально. Надо поискать пояс. И стоит он сейчас вот на, сколько, на 30% дешевле. Если едешь куда-то на отдых или с сумочкой, корзинкой в город, мне кажется, что прикольно. И за полную цену я, конечно, никогда бы его не купила. А если нет пояса, то я вообще не понимаю, что это за уши такие. Хотела Оля купить себе белые широкие брюки. Я не знаю, что с размерной сеткой, но я взяла себе самый маленький размер, и они на меня прям явно велики и по длине. Причем в заре мне всегда подходит 34-й брюк. Ну, если это скини, то иногда беру побольше. Ну, короче, вообще. Я хотела себе такой топ, ну, с таким огромным вырезом, что надо будет ходить без бюстгальтера и, опять-таки, с размером что-то не так. И цвет, наверное, немой, а в нем какая-то такая мертвецки-бледная. И у меня создается такое четкое впечатление того, что на этой распродаже меня кто-то развел. Потому что во всех магазинах я себе что-то присмотрела, и ни одной из тех вещей, которые мне нравились до распродажи, нет. Поэтому ничего нового не стоит рассчитывать на то, что в этом году что-то изменится. И пока что как-то вообще полное разочарование. Я даже не снимала во многих магазинах, потому что это, конечно, вот просто настоящий развод. много всего в линии миди. Если вы хотели рискнуть, попробовать что-то такое носить, то сейчас самое время, потому что, ну, не жалко будет потратиться. Рубашка прям классная по качеству. Я без ума от цвета. Ну что с длиной? Почему? За что? Какая-то такая полутуника. Я такую не люблю. У меня мои без того не слишком длинные ноги. Таких вещах прям коротыши. Одна вещь, которая вот прям понравилась, знаете, по качеству. Такая плотненькая. И нашла эти скини джинсы. Черные. И они с бархатной такой вот полосочкой, с лампасами. Как бы так показаться? Они с завышенной талией. И, наверное, я их возьму. Потому что идет осень, и я, конечно же, буду искать черные брюки. Они такие графитовые даже, я бы сказала. Видите? Симпатичные. Я взяла себя на размер больше, чтобы не выглядеть перетянутой колбасой. Мне давно нравились такие рубашки. Даже на Asos видела что-то похожее. Сейчас в другом месте заказала. Но что-то я не понимаю. Она сползает, очень сильно открывает декольте. Если бы чуть крупнее в плечах, чем я. У меня сейчас XS, но она далеко не XS. Это конкретная такая полная стандартная S. И с юбкой миди обалденно будет смотреться. Если заправить даже скини джинсы. Давайте сейчас-то сделаем. Очень классная. Прям жалко, что она такая огромная какая-то. Она прям очень нарядная. Садится батарейка. Почему всегда так? Как назло. Но она прям слишком меня оголяет. А так и по качеству она мне нравится. Ну, ты же говорю, с размерами что-то заранее напутала в последнее время. По-моему, плечи очень утонченно выглядят. Рубка так. Ну, почему-то мне не везет сегодня. И вот брючки решила тоже примерить в Заре. Летние. Казалось бы, такие простенькие. Но выглядят пижамно. Поэтому тоже нет. Что-то... Ну, нет. Такое ощущение, что просто сшили два куска ткани. И добавили пояс. Резинку сверху. Вот как-то они вообще сидят так странно. Как будто Шин переехал в Зару. Китайская одежда. По сути, все шьется в Китае. Ну... Нет. Я подумала, что очень ее твит будет актуален. И выбрала несколько вещей. Все они настолько потрепаны. Если меня спросите, Оль, ну, возмущаешься, там, жалуешься иногда на Зару. Мне очень нравятся их модели. Иногда удается найти что-то классное. Поэтому я сюда постоянно заглядываю. Мне кажется, что в каждом магазине можно найти что-то достойное. Но надо рыться. Вот это вот нет. Смотрите, тут какая-то фигня торчит. В общем, расстройство. Но я нашла вещи, которые мне реально нравятся. И они едут домой. Массимо Дутти все-таки получше по качеству вещи. Потрясающий костюм. К сожалению, нет моего размера. Это жакет и вот такие вот шортики. Ну, обойдусь. Зато посмотрите, что я нашла. Разве они не красавцы? Никогда не примеряла такие платья. Может, зря. Что скажете? Оно прям длинное-длинное. Практически Макси. Массимо Дутти. И мне хочется носить это все с кем-нибудь стильными очками. Для коррекции зрения. И вот с такой обувью. И на каблуках, потому что получится суперсекси. По-моему, не подчеркиваю какие-то изъяны. Потому что бывают такие, знаете, как чехол. И сразу. А здесь торчит. А здесь булочка. А здесь еще что-то. Мне кажется, в этом платье очень даже ничего. Но горизонтальная полоска как-то... Интересно. Интересно самой посмотреть на материале, который я сниму. Вообще-то мы приехали выбирать гриль на террасу. Это единственное, чего нам не хватает. Но, как видите, дальше входа мы не зашли. Потому что у мужчин свои планы. И пока они не протестируют все газонокосилки. Представляете, это газонокосилку почти за 2000 долларов. Нормалек. Ну, наверное, те, кто покупают такие газонокосилки, имеют соответствующие участки. Вам не кажется? Всегда, когда еду куда-то, привожу что-то малышам. И купила я им вот такие штуки с конфетами здесь. M&D. И они просто в восторге. Уже сколько? Дня 4 ходят с ними. Бывают разными. Здесь не столько конфет, сколько сама игрушка прикольная. 7 евро. Иногда можно чем-то таким побаловать детей. Восторга-то сколько? Тома, кто что-то выбирает, мы хотим купить именно газовый гриль. Пожалуйста, Игнаша, пожалуйста. То есть подключается к специальному баллону, который покупается отдельно. И просто потом выставляешь себе даже температуру, как газовая плита. Сейчас идем, зайчик, да, идем уже. Здесь обычные грили, углевые. А вот одноразовые. У вас такое продается? Я сначала вообще не могла курить. О чем идет речь, но мы... Игнаша, здесь папа, здесь с этой стороны. Ну, просто все поджигается. Там так сделано, что действительно его хватает на один раз. На этом реально можно что-то пожарить. Мы уже сто раз так делали. Первый раз такое увидела 10 лет тому назад. Мы сейчас находимся в таком строительно-растительном. Разном. В общем, разное здесь все продается. В магазине по-польски. Leroy Merlin. Игнаш, вставай. Игнат здесь на своем транспорте. Он научился ездить на велосипеде. Ну, очень любит свой мотоцикл. И мы взяли ему, чтобы он чем-то занимался. Как видите, на Икеа свет клином не сошелся. Здесь также можно что-то прикупить. Кому, в прошлый раз, ну, то есть в доме, в котором мы раньше жили, у нас тоже был набор отсюда. И светлый зонт, который когда-то перевернул ветер, и он разбил стол. Ну, тоже были приключения. А сейчас просто можно выбрать на вкус и цвет. Видите, там на самом верху тоже очень прикольный. Как будто бамбуковый. Сейчас прибью. Вот. Классно на балкончике так. Я вам говорила, что в Польше часто не затекляют балкон. Ну, здесь все-таки теплее. Во всяком случае, в Кракове. У меня все, крышечки есть. И здесь это зона отдыха. Часто на самом маленьком балконе помещаются у них и кресла какие-то, и столик. Здесь не только строительные штуки всякие, но и из декора тоже иногда что-то классное попадаются. Вот. Я хотела бы купить какие-нибудь красивые подсвечники. Чтобы они закрывались именно и поставить их на террасу. Здесь же куча разных мыльниц и всяких принадлежностей до ванной комнаты, даже в самых трендовых расцветках. Если вы никогда не были в таком магазине, то вот, знаете... Вау! Мне такое очень нравится. Я сама не ожидала, честно говоря, что прям такие стильные. Вот эти. Так вы уже наверняка догадались. Хотя кто-то мог подумать, что мне больше такие прованские понравятся. Но такие прям вообще кайфовые. Или вот всякие цветные, если вам такое больше нравится. А вот эти, мне кажется, вообще прям идеально подошли бы в нашу ванную комнату, точнее в туалет. Вот эта тоже такая прям стильненькая, да? Под какой-то определенный интерьер. Короче, много. Много всякого разного. Были бы деньги. Наш день завершается в Икеа. Муж что-то неправильно посчитал. И нам надо купить еще один чехол на подушку, который находится на террасе. Мальчики тут просто сходят с ума. Это коляски детские. И нас здесь. Вообще это рай для всей семьи. И, кстати, мальчишкам очень нравится игровая комната в Икеа. И интересно, как в ваших странах. В Польше, например, нельзя там одному ребенку проводить дольше, чем один час. Потому что они хотят, чтобы все дети имели возможность посетить вот эту комнату, эту игровую. Потому что, к примеру, кто-то может зайти на полдня, а детки другие не смогут туда зайти. Поэтому все только по часу. И мне кажется, что это очень правильная политика. И я, конечно, в этом плане вообще молодцы. И только что были в ресторане в Икеа. И зрители моего по Твичицу. На самом деле, каждый раз практически, когда я выбираю куда-то торговый центр или в Икеа, я встречаю кого-то из своих зрителей. И это так здорово. Вообще так необычно. Но потихоньку начинаю привыкать. Потому что здесь все больше и больше людей из Украины. И, конечно же, чаще встречаем тебя всегда за то, чтобы там переговорить. И всегда, вот знаете, у меня такие зрители, которые никогда не нарушают мое личное пространство. То есть, они там поздороваются. И всегда говорят, мы не хотим мешать. И не надоедают. Поэтому, пожалуйста, всегда там просто скажите привет. Потому что кто-то говорит, что вот вас видела. И потом пишите мне это в Инстаграм. И потом также пишите, что очень жалею, что я не подошла. Я всегда за общине. Надеюсь, что вам было интересно. На этом буду потихоньку заканчивать влог. Потому что еще сегодня купать детей. Я сама уже немножко подустала. А еще смонтирую для вас видео. Всех целую, обнимаю. Если вам понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх. Мама, я! Пока-пока! Мама, я! Да!